Приветствую вас во второй части по вязанию платьюшка. В первой части мы связали с вами кокетку и сделали переход первого ряда на юбочку уже. И мы продолжаем вязание с юбочки. Для первого ряда нам нужно сделать небольшой переход, то есть в следующую петельку. Мы с вами завершили во вторую петлю подъема соединительным столбиком. Далее в следующую петельку над вторым столбиком делаем соединительный столбик, то есть как бы такой небольшой переход. Теперь вяжем 2 воздушные петли подъема, делаем накид и в петлю основания вяжем еще один столбик с накидом. То есть фактически мы связали 2 столбика с одним накидом. Далее делаем воздушную петлю и еще сюда же довязывая в эту же петлю основания 2 столбика с одним накидом. теперь делаем одну воздушную петлю и переходим на следующий веерочек из трех столбиков во вторую петлю во вторую петлю вяжем точно так же 2 столбика с одним накидом 1 воздушная петля и 2 столбика с одним накидом сюда же и снова делаем воздушную петлю то есть для перехода на следующую вот здесь вот веерочек из трех столбиков нам нужно делать воздушную петлю а над каждыми тремя столбиками с накидом предыдущего ряда во вторую петельку вяжем два столбика воздушная петля 2 столбика то есть еще раз повторяю сделали воздушную петлю между орнаментами и в среднюю петельку над вторым столбиком предыдущего ряда с накидом вяжем два столбика с одним накидом в эту петлю воздушная петля и сюда же довязываем третий и четвертый столбик снова воздушная петля воздушную петлю мы делаем для перехода на следующий веерочек а в веерочек вяжем 2 столбика воздушная петля и еще раз сюда же в эту же петлю 2 столбика так вяжем до конца этого ряда связали последний орнамент из двух столбиков воздушная петля 2 столбика далее делаем одну воздушную петлю и во вторую петлю подъема вяжем соединительный столбик теперь нам нужно во втором ряду юбочки перейти вот вот эту воздушную петлю между первыми двумя столбиками и вторыми поэтому делаем два соединительных столбика первую следующую петлю и 2 прям прям под воздушную петлю то есть мы не вязать в саму петлю а под нее то есть как бы в арочку будем вводить крючок и вязать столбики делаем 2 воздушные петли подъема накид и в эту же петлю вот в эту же арочку под воздушную петлю вяжем столбик с накидом далее 1 воздушная петля и сюда же прям под арочку вяжем еще два столбика с одним накидом 2 воздушные петли переходим под следующую воздушную петлю под вот эту вторую во втором орнаменте и вяжем 2 столбика 1 воздушная петля и 2 столбика с накидом сюда же далее вяжем две воздушные петли и переходим на следующий орнамент то есть фактически мы вяжем такой же орнамент как и в предыдущем ряду из двух столбика воздушная петля 2 столбика но под воздушную петлю уже они в среднюю петлю то есть как бы в принципе тоже по серединке но вот так вот и различия следующего ряда в том что уже вяжется не одна воздушная петля как предыдущем ряду а две промежуточные воздушные петли для перехода из орнамента в орнамент и далее смотрите довязываете этот ряд до конца как и предыдущий но делаете две промежуточные воздушные петли и следующие два ряда после окончания этого ряда с тремя промежуточными воздушными петлями то есть два ряда одинаковых с тремя воздушными петлями промежуточными и точно также вяжите под воздушную петлю предыдущего ряда в орнаменте два столбика воздушная петля 2 столбика принципе все то же самое делаете в конце ряда этого две воздушные петли соединительный столбик во вторую петлю подъема а следующих двух рядах делаете соединительный столбик во вторую петлю подъема но через уже промежуточные три воздушные петли продолжаете самостоятельно дальше до конца ряда вязать этот ряд и два следующих с тремя промежуточными воздушными петлями между орнаментом и так мы довязали четвертый ряд юбочки нашей первый ряд с одной воздушной петлей в промежутке второй ряд двумя третий с тремя воздушными петлями и четвертый ряд по схеме у нас должен был быть не только с тремя воздушными петлями в промежутке но и между двумя столбиками первыми и вторыми 3 воздушные петли вот здесь в промежуточке честно говоря я не стала этого вязать потому что если мы будем вязать 3 воздушные петли в промежуток между двумя столбиками первыми и вторыми слишком большая будет дырочка в рисунке ананас поэтому я вязала стандартно по одной воздушной петли и теперь мы будем чередовать делать один рядочек продолжать вязать вот таким вот орнаментом из двух столбиков воздушная петля 2 столбика а во второй ряд орнамента будем вязать по 8 столбиков с одним накидом то есть сейчас мы делаем окончание четвертого ряда во вторую петлю подъема соединительный столбик и затем соединительными столбиками переходим под воздушную петлю первого вот этого столбика четырех рядочков и также вяжем такой же орнамент из двух воздушных петель подъема делаем накид сюда же довязываем второй столбик с накидом то есть получается две воздушные петли столбик и второй столбик довязали теперь одна воздушная петля и сюда же вяжем еще два столбика с одним накидом то есть наш первичный вот он наш ряд из 5 состоящий рядочков вот такого вот орнамента 2 столбика с накидом воздушная петля 2 столбика с одним накидом теперь вяжем 3 петли промежуточные воздушные для перехода во второй вот этот ряд орнамента высоту ряд и вяжем в него 8 столбиков с одним накидом 1 столбик сюда же под воздушную петлю второй столбик сюда же 3 столбик 4 5 6 7 и 8 связали вот такой вот веерочек из 8 столбиков теперь делаем 3 воздушные петли для перехода под следующий ряд из вот такого вот орнамента вяжем под него под воздушную петлю такой же орнамент из двух столбиков одна воздушная петля и сюда же 2 столбика с накидом снова 3 промежуточные воздушные петли и вяжем веерочек из 8 столбиков следующий орнамент почему я вам говорила что должно быть четное количество вот таких вот орнамента в ряду для того чтобы было четкое очередование веерочек и вот такой вот из двух столбиков воздушная петля и 2 столбика то есть вот чередование идет веерочек орнамент веерочек орнамент веерочек орнамент и так будем вязать весь ряд 8 столбиков и орнамент из двух столбиков воздушная петля 2 столбика до конца этого ряда. Связали последний веерочек из 8 столбиков, далее делаем 3 воздушные петли и во вторую петлю подъема первого орнамента делаем соединительный столбик, то есть замыкаем пятый ряд. Теперь нам нужно перейти соединительными столбиками двумя вот в ближайшую воздушную петлю, в ближайшую арочку орнамента предыдущего ряда. И точно так же повторяем, вяжем 2 воздушные петли подъема, которые заменяют нам первый столбик с накидом, довязываем второй столбик, 1 воздушная петля и еще сюда же 2 столбика с накидом, то есть как начинали наши предыдущие все рядочки, так и этот. Начинаем с вот такого орнамента. Теперь делаем промежуточные 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид и в каждую из 8 столбиков с накидом мы будем вязать по столбику, но между столбиками будем вывязывать воздушные петли, поэтому находим первый столбик и над ним вяжем первый столбик с накидом, далее воздушная петля, накид во второй столбик, вяжем второй столбик с накидом, воздушная петля, над третьим столбиком третий столбик с накидом, воздушная петля, над четвертым четвертый и так далее, воздушная петля столбик, воздушная петля столбик, у нас в итоге получится 8 столбиков и между ними воздушные петли и так довязываем до последнего столбика последний столбик мы не вывязываем с воздушной петлей а просто делаем сразу же переход на ближайший орнамент то есть 3 воздушные петли делаем накид и вяжем в орнамент под воздушную петлю 2 столбика с накидом воздушная петля и сюда же 2 столбика с одним накидом снова 3 воздушные петли и переходим на следующую арочку вяжем в первый столбик 1 столбик воздушная петля далее во второй столбик 2 столбик воздушная петля 3 столбик 3 воздушная петля и так далее то есть вывязываем из каждого столбика предыдущего ряда в этом ряду тоже столбик но между столбиками с накидом у нас воздушные петли а между орнаментами нашими то есть веерочком вот таким вот столбик воздушная петля столбик воздушная петля идет 3 воздушные петли до следующего орнамента затем снова 3 воздушные петли и веерочек вывязывается вот такой вот с воздушными петельками получается в итоге вот такой красивый ряд с расширением из 8 всего лишь столбиков получается уже такой красивый пышный веерочек довязываем до конца ряда вот таким вот образом чередуя орнамент из двух столбиков воздушная петля 2 столбика затем в промежутке 3 воздушные петли и вот такие 8 столбиков чередуя столбик воздушная петля до следующего затем перехода на следующий орнамент тремя воздушными петельками довязали последний веерочек из 8 столбиков воздушная петля далее делаем 3 воздушные петли и соединительный столбик во вторую петлю подъема затем снова делаем начале уже по счету от начала седьмого ряда вяжем 2 соединительные столбика для перехода под воздушную петлю орнамента и теперь снова 2 воздушные петли подъема сюда же в воздушную петлю вяжем первый столбик с накидом 1 воздушная петля и 2 столбика с одним накидом то есть наш привычный орнамент в начале каждого ряда 2 столбика воздушная петля и 2 столбика сюда же теперь делаем 3 воздушные петли и теперь находим между первым и вторым столбиком вот она наша первая воздушная промежуточная петля мы под нее вяжем первый столбик без накида далее снова 3 воздушные петли находим между вторым и третьим столбиком воздушную петлю под нее вяжем столбик без накида 3 воздушные петли под между третьим и четвертым столбиком под эту арочку или под воздушную петельку вяжем снова столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида под следующую воздушную петлю снова 3 воздушные петли столбик без накида под следующую свободную воздушную петлю 3 воздушные петли столбик без накида под следующую свободную петлю воздушную 1 2 3 воздушные петли и между 7 и 8 столбиком последняя воздушная петля то есть Посмотрите, мы наш веерочек еще больше увеличиваем, при этом добавляем вот такие вот 6 арочек из 3 воздушных петелек, соединяем каждую из них столбиком без накида. Теперь делаем в конце 3 воздушные петли и с накидом переходим под вот эту воздушную петлю, вяжем снова орнамент 2 столбика, воздушная петля и 2 столбика сюда же. 1 столбик, 2 воздушная петля и сюда же 1 столбик и сюда же 2 столбик. 3 воздушные петли делаем столбик без накида между первым и вторым столбиком под воздушную петлю, затем 3 воздушные петли подъема и под следующую воздушную петлю делаем столбик без накида. 3 воздушные петли, столбик без накида под воздушную петлю, 3 воздушные петли, столбик без накида под следующую воздушную петлю, 3 воздушные петли подъема и столбик без накида под свободную воздушную петлю, 3 воздушные петли, столбик без накида под воздушную петлю и последний раз 3 воздушные петли, столбик без накида. То есть снова связали наши шесть арочек из трех, такие зубчики получаются, из трех воздушных петелек. И теперь для перехода вот этот орнамент, который мы чередуем с веерочками, вяжем три воздушные петли накид и под воздушную петлю вяжем орнамент из двух столбиков наших привычных. Воздушная петля и два столбика сюда же. Для перехода на веерочек снова делаем три воздушные петли. И у нас получается еще большее расширение юбочки. Вот такое замечательное идет чередование орнамента ряда и столбиков, где у нас из столбиков веерочки получаются замечательные. Вот так вяжем до конца этого ряда, делая зубчики на каждом из веерочков. Зубчиков у нас получается по шесть штучек. В конце седьмого ряда три воздушные петли и делаем во вторую петлю подъема соединительный столбик. Далее делаем переход под ближайшую вот здесь вот воздушную петлю двумя соединительными столбиками. И как всегда начинаем ряд с двух воздушных петель подъема. Далее один столбик с накидом, воздушная петля и сюда же два столбика с одним накидом. То есть как всегда. Три воздушные петли и делаем столбик без накида. Первую вот эту арочку из трех воздушных петелек между столбиками без накида. Вяжем сюда столбик без накида. Далее снова три воздушные петли и под следующие три воздушные петли предыдущего ряда вяжем второй столбик без накида. Далее снова три воздушные петли под следующие три воздушные петли предыдущего ряда. 3 воздушные петли под следующий, то есть мы повторяем предыдущий ряд, вяжем 3 воздушные петли, столбик без накида, но уже не в воздушной петле, вот эти вот между столбиками, а в воздушной петле 3 арочки предыдущего ряда, зубчики наши. Снова 3 воздушные петли и последний зубчик вяжем столбик без накида. Теперь 3 воздушные петли для перехода на вот этот орнамент под воздушную петлю продолжаем вязать 2 столбика с накидом, воздушная петля и 2 столбика с накидом сюда же. То есть этот орнамент у нас пока остается без изменения в этом ряду. Вот и продолжаем, спускаемся на 3 воздушные петли, вот сюда вот под 3 воздушные петли первый зубчик веерочка. Вяжем сюда столбик без накида, далее снова 3 воздушные петли под следующий зубчик, столбик без накида, 3 воздушные петли под 3 воздушные петли предыдущего ряда. То есть мы, получается, из зубчиков предыдущего ряда вяжем зубчики в этом ряду. Но их уже у нас получается, снова уменьшается количество. В том ряду было их 6, в этом ряду 5. Поэтому сделали 2 зубчика из 3 воздушных петель, снова 3 воздушные петли и столбик без накида. Третий. 1, 2, 3. 3 воздушные петли под 3 воздушные петли, столбик без накида. Четвертый раз. 1, 2, 3. Столбик без накида. Пятый. Последний раз. Теперь 3 воздушные петли и переходим на орнамент 2 столбика с накидом. 1 воздушная петля. 2 столбика с 1 накидом. Сюда же. Снова спускаемся. 3 воздушные петли делаем. И первый зубчик, столбик без накида. Снова 3 воздушные петли, столбик без накида. 3 воздушные петли, столбик без накида. 3 воздушные петли, столбик без накида. И так далее. То есть сейчас чередуем, выполняя орнамент и из веерочков, вот таких вот зубчиков, делаем ряд новых зубчиков. И вот так вот продолжаем до конца этого ряда. Довязали до конца ряда 3 воздушные петли, соединительный столбик во вторую петлю подъема. Теперь снова переходим соединительными столбиками до воздушной петли, то есть до серединки нашей, как обычно, но немножечко в этом ряду мы серединку поменяем. То есть мы вязали 2 столбика, 1 воздушная петля, 2 столбика, то сейчас вяжем 2 воздушные петли подъема, еще один столбик, как обычно, воздушная петля, 2 столбика с накидом. Как мы сказали до этого, но добавляем еще одну воздушную петлю и довязываем еще 2 столбика с одним накидом. То есть фактически мы сейчас связали орнамент, как обычно, но добавили еще одну воздушную петлю и закончили двумя столбиками с накидом. Теперь делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и переходим вот под вот этот первый зубчик. Вяжем под него столбик без накида и затем продолжаем вязать 3 воздушные петли, столбик без накида под следующие 3 петли. Снова 3 воздушные петли и столбик без накида под следующие 3 петли. 1, 2, 3 воздушные петли и снова столбик без накида под следующие 3 петли. И последний раз. 1, 2, 3 воздушные петли и столбик без накида соединяем в последнюю арочку из трех петелек. То есть смотрите, у нас было 6 зубчиков, в следующем ряду уменьшилось, стало 5. И в этом ряду у нас сейчас 4 всего лишь зубчика из трех воздушных петелек. Снова 3 воздушные петли делаем и переход вот под эту арочку. Орнамент снова увеличиваем, то есть вяжем 2 столбика с накидом, воздушная петля и 2 столбика с накидом сюда же. Увеличенная на 1 воздушную петлю и сюда же довязываем еще 2 столбика с накидом. То есть фактически мы сейчас вяжем вместо 4 стандартных столбиков, вот они, 4, 2 пары, между ними воздушная петля. То сейчас мы вяжем, получается 6 столбиков тоже попарно разделяем воздушной петлей. То есть 2 столбика воздушная петля, 2 столбика воздушная петля и 2 столбика сюда же. Затем снова вяжем 3 воздушные петли и делаем переход под первый зубчик из трех воздушных петель. Делаем столбик без накида и снова 1, 2, 3 воздушные петли, столбик без накида под арочку. 1, 2, 3, столбик без накида под арочку. 1, 2, 3, столбик без накида под арочку. И 1, 2, 3, последний, четвертый зубчик мы сделали в этой части. Теперь снова 3 воздушные петли для перехода. И переходим под эту арочку. Вяжем увеличенную арочку, здесь вот увеличенный орнамент, из 2 столбиков с накидом воздушная петля. Вторая пара, 2 столбика с накидом воздушная петля. И последняя, третья пара, 2 столбика с накидом. И все. Теперь 3 воздушные петли перехода и вяжем 4 зубчика. Снова 3 воздушные петли. Вяжем вот такой вот увеличенный орнамент. Снова 4 вяжем зубчика, увеличенный орнамент. 4 зубчика, увеличенный орнамент. И благодаря этому у нас идет, как вы видите, красивое расширение для юбочки. Довязали до конца ряда 3 воздушные петли и во вторую петлю подъема сделали соединительный столбик. Теперь снова нам нужно перейти под вот эту воздушную петлю между первыми двумя столбиками и вторыми двумя столбиками. Вот делаем 2 соединительных столбика. Первый и под воздушную петлю второй соединительный столбик. И вяжем сюда 2 воздушные петли подъема, накид. И сюда довязываем 1 столбик с 1 накидом. 1 воздушная петля. И сюда же под вот эту воздушную петлю вяжем 2 столбика с 1 накидом. Далее делаем воздушная петля и переходим под следующую воздушную петлю предыдущего ряда. Вот она у нас. И вяжем сюда 2 столбика с накидом, воздушная петля и сюда же довязываем 2 столбика с 1 накидом. Вот такой у нас увеличенный орнамент в этом ряду получился и добавилась 1 воздушная петелька, то есть арочка для следующего ряда. Теперь делаем 3 воздушные петли 1, 2, 3 и переходим на самый первый зубчик. Вяжем под него столбик без накида, далее снова 3 воздушные петли и под следующий зубчик столбик без накида. 1, 2, 3 воздушные петли, под следующий зубчик, снова столбик без накида. И последний раз 1, 2, 3 и столбик без накида под следующий зубчик. То есть, как вы видите, количество зубчиков в каждом ряду уменьшается на 1 зубчик. Теперь делаем 3 воздушные петли 1, 2, 3, накид и находим первую воздушную петлю между первой парой и второй. Под нее вяжем 2 столбика с 1 накидом 1, сюда же 2, воздушная петля и сюда же довязываем под эту арочку 2 столбика с 1 накидом. Затем воздушная петля и переходим под следующую воздушную петлю между второй парой и третьей. И вяжем под нее 2 столбика с накидом, воздушная петля и сюда же 2 столбика с 1 накидом. Снова увеличенный орнамент провязали и вяжем вот такой вот орнамент зубчиками. Для перехода делаем 3 воздушные петли 1, 2, 3 и делаем столбик без накида под первый зубчик. Далее 3 воздушные петли делаем столбик без накида под второй. Далее 3 воздушные петли под третий столбик без накида делаем. И последний раз 1, 2, 3 воздушные петли под последний, четвертый зубчик. Столбик делаем без накида, снова уменьшили вот этот орнамент. и для перехода делаем 3 воздушные петли накид и под первую воздушную петлю повторяемся 2 столбика воздушная петля 2 столбика сюда же затем для перехода под следующую воздушную петлю делаем воздушную петлю и под нее под вторую вяжем 2 столбика воздушная петля и 2 столбика далее Далее для перехода уменьшения орнамента зубчиками вяжем 3 воздушные петли и чередуем столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли. И вот так вот вяжем до конца этого ряда. Довязали до конца ряда, сделали зубчики, 3 воздушные петли и соединительный столбик во вторую воздушную петлю. Далее делаем 2 перехода соединительными столбиками под воздушную петлю первого орнамента, вот первой части орнамента. И под нее вяжем 2 воздушные петли подъема и 1 столбик с одним накидом. То есть сейчас мы провязали 2 столбика. Затем делаем воздушную петлю, накид и сюда же довязываем еще 2 столбика с одним накидом. В предыдущем ряду мы сделали арочку из одной воздушной петли. Сейчас мы будем делать 3 воздушные петли между вот этими двумя орнаментами. 1, 2, 3. Делаем накид и находим вот эту вот вторую воздушную петлю второго орнамента, вот она у нас. То есть пропускаем серединку между двумя орнаментами в воздушную петлю, а в третью получается вяжем 2 столбика с одним накидом, воздушная петля и 2 столбика с одним накидом сюда же. Вот так. Сейчас мы вяжем 3 воздушные петли и переходим в первую нашу вот здесь вот арочку зубчик. Вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Под следующую арочку вяжем столбик без накида, 1, 2, 3 воздушные петли и под следующую, последний столбик без накида. То есть у нас уменьшилась наша шишечка количеством зубчиков до 2. Теперь делаем 3 воздушные петли для перехода на следующий вот этот орнамент и находим первую воздушную петлю. Под нее вяжем 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с одним накидом сюда же, 1 и 2. Теперь делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид и переходим под третью воздушную петлю. То есть вот наш орнамент как был, раздваивался, так под него вяжем 2 столбика, воздушная петля и сюда же 2 столбика. Изменилось в этом ряду, как вы видите, лишь только то, что мы вяжем вот это раздвоение и между ним 3 воздушные петли. Точно так же и количество зубчиков уменьшилось до 2. Продолжаем дальше делать переход 3 воздушными петлями на первый зубчик и вяжем столбик без накида, далее 3 воздушные петли, столбик без накида под следующие 3 воздушные петли предыдущего ряда. И снова 3 воздушные петли, столбик без накида под третий зубчик, далее 3 воздушные петли и переходим под первую воздушную петлю орнаменту. Вяжем 2 столбика, воздушная петля и 2 столбика с накидом сюда же. Для перехода на вторую часть орнамента вяжем 3 воздушные петли, накид и делаем сюда 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. Снова 3 воздушные петли, переходим на шишечку. Уменьшаем до 2 зубчиков, снова орнамент, шишечка, орнамент. Так, продолжаем до конца этого ряда. И вот довязав 11 ряд до конца, начинаем с 12 ряда вязать самостоятельно. Я думаю, что по схемке там все понятно. Если будут какие-то вопросы, задавайте. И самостоятельно нам нужно будет связать высоту юпочки по схеме. Там уже, я думаю, исходя из нашего вязания будет все понятно. Единственное, что смотрите, по схеме там в начале ананасика, вот здесь вот идут 3 воздушные петельки. Я буду делать одну для того, чтобы не было слишком большой дырочки. Так мне показалось гораздо аккуратнее. И продолжаем вязать уменьшение вот здесь вот нашего ананасика или шишечки, как его еще называют этот узорчик. И вот так вот продолжаем делать расширение для следующего ананасика. И затем будем обвязывать юпочку. Закончили мы обвязкой по схемке. И вот получилось все замечательно. Здесь у нас по схеме были вот такие вот столбики из трех столбиков с накидом, пышные столбики. Я думаю, что здесь тоже не оставило вам труда их связать. То есть это три недовязанных столбика с накидом и общей вершинкой и воздушная петля. То есть вот это пышный столбик. Их у нас получается семь штучек над вот таким вот веерочком. И два ряда обвязки вот такими веерками тоже мы завершили. В общем мы завершили юпочку и приступаем к обвязыванию рукавчика. Для обвязывания рукавчика берем ниточку, делаем начальную петельку, закрепляем ее хорошо и находим вот эту вот центральную серединку под мышкой. То есть вот она у нас прям можете захватить, чтобы наверняка сидела плотненько, предпоследний вот этот вот столбик ряда и здесь точно так же сквозную петельку делаем. Вот так вот вводим крючок и вытаскиваем начальную петельку. Теперь делаем закрепительную петельку, одну воздушную, полностью закрепили, затянули и делаем две воздушные петли подъема начальные, замещающие нам первый столбик и в эту же петельку вяжем еще два столбика с одним накидом. У нас получился центр вот такой вот трезубчик, наша лапка и теперь делаем одну воздушную петлю, переходим на следующую воздушную петельку. В эту арочку вяжем снова три столбика с одним накидом, первый столбик, второй и сюда же третий столбик. Далее снова делаем воздушная петля и на следующую арочку и каждую последующую вот так вот делаем переход и вяжем по три столбика с одним накидом по кругу. Довязали вот сюда под последнюю воздушную петлю три столбика, сделали воздушную петельку и теперь мы смотрим. У нас вот здесь вот идет регланная линия и между тремя столбиками первыми и вторыми здесь вот воздушная петелька. Мы вводим крючок под нее, не под вот эту вот арочку следующую, а именно под воздушную петельку. Вяжем сюда три столбика с накидом, делаем воздушную петельку и соединительный столбик во вторую петлю подъема первого столбика в этом ряду. Вот так вот соединительный столбик делаем и ряд у нас завершен. То есть вот эта последняя арочка, она у нас остается не провязанной. Точно так же и на втором рукавчике вы делаете не под вот эту вот арочку последнюю, она будет в данном случае первая, а именно в регланной линии. Потому что если вы сделаете вот здесь вот три зубчик лапку и в соседнюю петлю вот такую вот лапку, то у вас получится здесь вот дырочка. Вот вам нужно именно в регланную линию и рукавчик будет плотнее сидеть. То есть чтобы у вас здесь вот не было такого вот свободного, скажем так, ну вот как бы зазорчик будет, такое не очень удобное в носке. Теперь для начала второго ряда перейдите столбиком без накида в предыдущую арочку. Вот так вот, как бы вернитесь в конец первого ряда. Теперь делаем две воздушные петли и переходим под следующую воздушную петлю. И вяжем сюда три столбика с одним накидом. Один, два, три. Воздушная петля. И в каждую последующую воздушную петлю предыдущего ряда, в каждую последующую арочку вяжем по три столбика с накидом. И между лапками делаем по воздушной петле арочки для следующего ряда. Вот так вот вяжем до конца этого ряда. Связали под предпоследнюю арочку три столбика, сделали воздушную петлю для перехода на следующую арочку. Теперь две воздушные петли подъема заменили первый столбик. И сюда же довязываем еще два столбика с накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик. Далее делаем воздушную петлю подъема в соединительный столбик. И у нас ряд второй довязан до конца. Для того, чтобы у нас не смещалось по диагонали наше вязание, я буду делать вот такие переходы. Вязать как первый ряд нечетные ряды, то есть первый, третий, пятый ряд. А как второй ряд я делала переход с первого столбика сразу на вторую арочку. Так каждый четный ряд. Второй, четвертый и шестой. То есть сейчас мы повторим первый ряд, поэтому делаем переход с соединительным столбиком под первую арочку. Далее вяжем две воздушные петли подъема, замещающие первый столбик. И довязываем еще второй и третий столбик с накидом сюда же. Воздушная петля. И далее переход на следующую арочку. Вяжем три столбика с накидом, воздушная петля и так далее. И ряд будем заканчивать три столбика с накидом в последнюю арочку, воздушная петля, соединительный столбик во вторую петлю. Далее будем возвращаться назад, как в этом ряду мы вязали. Вяжем столбик без накида назад на предыдущую арочку. Далее из нее вяжем столбик без накида. Сделали переход и вяжем два столбика. Две воздушные петли подъема и переход на следующую арочку. То есть у нас получается останется один столбик, недовязанные два. Нам нужно будет довязать в конце ряда два столбика и сделать соединительный столбик. Итак, мы должны связать всего шесть рядочков. Первый ряд мы связали, второй ряд связали, начали третий. Самостоятельно заканчиваете третий соединительным столбиком. И далее вяжете четвертый, пятый и шестой. Еще три рядочка. Затем мы с вами обвяжем наш рукавчик. Довязали шесть рядочков высоты рукавчика. И теперь у нас сейчас получается под первую арочку нужно сделать переход. Перед тем, как делаем переход, делаем соединительный столбик. И под первую, вот здесь вот воздушную петлю, вяжем один столбик без накида. Далее делаем накид и под следующую воздушную петлю вяжем семь столбиков с одним накидом. Такой веерочек. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Для того, чтобы завершить веерочек, нам нужно в следующую воздушную петельку, вот здесь вот под нее, сделать столбик без накида. Теперь снова делаем накид и в следующую воздушную петельку, вот здесь вот в арочку, вяжем снова семь столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Далее под следующую воздушную петлю вяжем столбик без накида. То есть смотрите, что мы делаем. Мы вяжем столбик без накида в одну арочку, в следующую семь столбиков. Снова вяжем один столбик без накида, семь столбиков с накидом под следующую. Вот такие вот веерочки, чередуя веерочек, столбик, веерочек, столбик, будем вязать до конца этого ряда. То есть полностью делаем обвязку вот такими веерочками. Довязали до конца ряда веерочки и в последнюю вот здесь вот арочку мы связали семь столбиков с накидом. Теперь вот в этот вот столбик без накида, который мы вязали в начале ряда, или в первую петлю подъема, как хотите. То есть либо в петельку подъема, либо просто под столбик без накида вяжем соединительный столбик. То есть сейчас нам нужно ниточку отрезать и у нас получается вот такой небольшой хвостик. Мы его вытаскиваем на изнаночную сторону, затем либо вправляем ниточку в иголочку, либо просто крючочком прячем вот здесь вот в самые тугие места. И у нас получился вот такой вот, не совсем длинный, но вот такой рукавчик. Теперь смотрите, нам нужно вот в этот предыдущий ряд, то есть последний у нас обвязочные вот такие вот арочки, а в предыдущий ряд, куда мы провязывали семь столбиков с накидом, вот в этот ряд, нужно вставить ленточку. То есть, смотрите, вдеваете ленточку с верхушки, вот здесь вот, и протаскиваете через три столбика, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. То есть, вот таким вот образом продеваете ленточку. У меня ленточка с полсантиметровой толщины и где-то 50 сантиметров длиной. То есть так, чтобы сверху у нас получился бантик. Продеваете сверху и точно так же вытаскиваете кончик сверху. Немножечко пристягиваете и завязываете. Затем, когда оденете на ребеночка, можете этот бантик развязать и точно так же завязать вот таким вот маленьким бантиком уже на ребеночке для того, чтобы зафиксировать нужную ширину вот здесь вот рукавчика. Но для того, чтобы он был вот таким вот, как колокольчиком, то вам нужно выйти на ручки и его немножечко стянуть. В принципе, можно оставить и ровным, но при этом красивый вот здесь вот бантичек будет не лишним. Ну, честно говоря, мне больше нравится колокольчиком и вот так вот он немножечко приопустится на ручке у ребенка и будет довольно-таки красивенько. И нам осталось обвязать только лишь вот эту горловинку. Обвязывание горловинки здесь самое простое. Берем два последних ряда обвязывания юпочки, то есть вот где у нас здесь галочка и веерочек в нее провязаны. Точно так же вяжем за вторую стеночку, то есть за вот эту вот крайнюю стеночку, как я вам уже говорила, обвязывали столбики. И вот за заднюю всего лишь петелечку, полупетлю вяжем предпоследний ряд юпочки там, где у нас вот такие вот галочки. И последний ряд юпочки там, где веерочки. Но при этом начинаем мы, я вот здесь немножечко зафиксировала начало и конец вот этих веерочков, чтобы они у меня не загинались обратно. Вот, я начала с трех воздушных петель подъема и сразу стала делать галочку. То есть три петли подъема нам потом помогут, скажем, завершить соединительным столбиком веерочек, чтобы он у вас не просто бутыхался этот веерочек, а именно был закреплен. Поэтому начинайте с трех воздушных петель подъема и переходите на галочку. Затем в конце ряда делаем столбик с накидом уже после последней галочки, чтобы зафиксировать вот этот последний веерочек. Начинаем последний веерочек, он у нас будет первым в начале второго ряда. Начинаем именно со столбика вот этого с накидом последнего провязанного, он у нас будет закрепительный, и с него начинаем вязать вот эту последнюю обвязочку веерочек, то есть по 7 столбиков с накидом в каждую из галочек. То есть просто два последних ряда юбочки, вот так вот по кругу, по кругу провязываете эти два ряда, и затем утюжком проглаживаете, отпариваете, чтобы они у вас загнулись, и вот получается замечательный воротничок. Я вставила ленточку в серединку, там где у нас был переход, из трех столбиков три столбика, вот в среднюю петельку, и я в этот ряд, во второй, то есть где мы вывязывали в среднюю петлю, три столбика вот в этот ряд, я продела ленточку полсантиметровую толщины, и точно такое же вдела в рукавчике, и вот получилось замечательное такое платье, осталось его прогладить. Хотите, хотите, можете намочить, но я не мочу изделия из хлопка, а просто их проглаживаю, немножечко отпариваю. Хотите, можете украсить различными бусинками, вязаными цветочками, можете тон в тон, можете какие-то белые цветочки, белые бантики тогда сделать, то есть в принципе получается довольно-таки нарядно, на мой взгляд. И кому понравилось платьичко, переходим вязать на панталончике, ссылочку я вам оставлю под этим видео, обязательно смотрите. И кому понравилось со мной вязать, обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал, всем хорошего настроения, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok